Хондромаляция Хондромаляция – это локальные структурные изменения хряща, возникающие в результате травм или дистропических заболеваний. Ограничена преимущественно одним отделом сустава. Классификация. Нулевая степень – отсутствие видимых изменений. Первая степень – очаговы включения. Вторая степень – мелкий дефект, распространяющийся на суставную поверхность. Третья степень – частичная потеря толщины хряща с эрозиями, возможное распространение до кости. Четвертая степень – локальное полное отсутствие хряща с наличием дегенеративных изменений костной ткани. Один из наиболее частых суставов, поражаемых при хондромаляции – коленный сустав. Представляем типичное наблюдение хондромаляции коленного сустава подростка 16 лет с жалобами на боли в области колена, усиливающейся после физической нагрузки. Пациенту проведено МРТ правого коленного сустава. Область исследования – правый коленный сустав. Исследование САК, ПОР, АХ проекции. Импульсные последовательности СЕ-Т1, Т2В, ПД, ЭВС. Контрастное усиление не проводилось. Антомическое соотношение в суставе сохранено. Отмечается повышение МР-сигнала от суставного хряща надколенника. Дефект хряща надколенника – верхний третий. По медиальному контуру. Субхондральным тробикулярным отеком. Формированием узурации костной ткани. Общим размером 13х13х8 мм. Суставные поверхности бедренные, больше берцовой костей, ровные, четкие. Виалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, неистончен. За надколенником вдоль мышелков бедренной кости и полости сустава определяется физиологическое количество жидкости. Свежие постнотравматические изменения не выявлены. Внутри и вне суставные связки. Передняя крестообразная связка, задняя крестообразная связка, коллатеральные связки, собственные связки надколенника не изменены. Признаки дегративных изменений медиального менистка первой степени. Признаки дегративных изменений латерального менистка первой степени. Периатрикулярные ткани не изменены. Клетчатка ГОФА развита обычно. Данных за наличие кискикбейтера не получено. Заключение. МР признаки хондромаляции надколенника четвертой стадии. Дегенеративные изменения медиального и латерального менистка первой степени постройка. Рекомендована консультация травматолога. 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 Редактор субтитров А.Семкин